МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Марина Горбук. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях уходящей недели. И вот, что вы увидите. Районные Акимы проводят отчетные встречи с населением. Каким образом чиновники обещают решить проблемы сельчан? В 2015 году свыше 30 уральских чиновников были осуждены за коррупционные преступления. В Казахстане зарегистрирован случай смерти от свиного гриппа. Насколько вирус H1N1 опасен для западноказахстанцев? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Определена дата проведения выборов депутатов Мажелеса парламента. Они состоятся 20 марта текущего года. Депутатов от Ассамблеи народа Казахстана изберут 21 марта. Об этом стало известно на очередном брифинге в Астане. В ходе заседания также обозначили, что в общем количестве в состав Мажелеса войдут 107 депутатов. Согласно закону, в течение трех месяцев депутаты будут получать компенсацию в размере среднемесячной заработной платы, которая, по их словам, колеблется в пределах 500 тысяч сеньге. Положение проведения предстоящих выборов обозначили в ходе очередного брифинга в Аккорде. Журналистов интересовали вопросы количества партий, которые смогут пройти в парламент, и сколько будет сэкономлено на бюджете в результате совмещенных выборов. Но на такие вроде бы простые вопросы прямого ответа не прозвучало. Об особенностях предвыборной гонки расскажет наш столичный корреспондент Боржан Шайхмед. Как говорят политологи, выбирать депутатов в условиях 100% девальвации и 15% инфляции – это одно. И совсем другое дело – выбирать депутатов тогда, когда кризис ухудшится. Поэтому для власти сейчас оптимальный момент, чтобы сыграть на опережение и провести выборы. Но сколько во время кризиса потратят на выборы в Можилис и Маслихаты? ЦИК уверен, что почти 8 миллиардов тенге. И где же тут экономия, стало непонятно. Ведь в прошлый раз на выборы в Можилис потратили 5 миллиардов бюджетных денег. А на Маслихаты было предусмотрено 4, получается 9. Значит, экономим всего 1 миллиард. На проведение выборов депутатов в Можилис и депутатов Маслихата всех уровней потребуется 7 миллиардов 985 миллионов 300 тысяч тенге. Как уже председатель своего выступления сказал, что на Можилис 4,8 миллиардов. В Маслихат обычно дороже выходит, где-то 5 и чуть больше. Вот посчитайте, что совмещение выборов дает экономию средств почти на 3 миллиарда, да, где-то? Даже больше. Это 4,8 миллиарда. Ну почти настолько же, насколько и Можилис запланировано. Таким образом, учитывая, что выборы совмещены в день голосования, большинство избирателей получат 3 разных бюллетени. Один для голосования за политическую партию, второй за кандидата в депутаты областного Маслихата и третий за кандидата в депутаты районного Маслихата. В политической гонке смогут принять участие всего 7 политических партий. В Казахстане зарегистрировано 7 политических партий. Как вы знаете, была еще коммунистическая партия Казахстана, но такой партии сейчас нет. Она ликвидирована в судебном порядке. И политические партии, как уже председатель сказал, будут выдвигать свои партийные списки на партийных съездах. Какая партия проведет свой партийный съезд, станет ясно, будет ли она участвовать в выборах. Как видите, интрига выборов будет заключаться лишь в партийном составе Можилиса. Какие партии и сколько войдут в новый парламент. К примеру, такие представления, как социальная справедливость, могли бы составить основы для новой предвыборной кампании. Ведь это такие вопросы, которые затрагивают всех членов общества. Партия могла бы предложить одно или несколько решений. Это позволило бы заработать партии политические дивиденды и авторитет в глазах своего электората. Я говорю, что я не политолог, и не социолог, и не аналитик. В этом отношении я просто просматриваю аналитические материалы и выступления, допустим, руководителей партии. Я думаю, что наиболее близки к реальности это политолог Даниэр Ашимбаев. Он предрекает, что вот эти три партии, которые имеют уже определенный опыт, определенный электорат, что они смогут побороться и смогут получить какие-то места в парламенте. Я думаю, это так, наверное, и будет. А если появится новый игрок, естественно, как он и сказал, это будет трудно за два месяца показать свою работу, если ее не было видно. Но вопрос времени, вопрос за электоратом. Как они проголосуют? Насчет списка ничего не могу сказать, поскольку это все зависит от воли первичных ячеек. У нас же есть своя процедура в партии, в которой список дается с регионов, их утверждают. И после этого, только тогда, когда проходит уровень, который региональный, только после этого формируется на центральном. Как бы там ни было, пятый мажорист свою миссию выполнил. Из самых скандальных законов можно вспомнить закон о пенсиях с 63 лет. Это произошло в 2013 году. Закон вызвал огромную волну возмущений. Тогда упразднили все частные пенсионные фонды и, не спросив будущих пенсионеров, перевели их деньги в государственный единый накопительный пенсионный фонд. Но больше всего возмутило то, что со временем женщины станут выходить на пенсию наравне с мужчинами, тоже по достижению 63 лет. Боржан Шайхмет, анизатор Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Существляется реформа парламента. Не менее накаленная обстановка складывается и среди представителей местных исполнительных органов. Наступила пора их отчета перед населением. На вопросы западноказахстанцев уже ответили Акимы поселка Жилаево, Круглозерное и Зачиганска. При том, что все эти населенные пункты находятся в нескольких десятках километров от города, они во многом остаются далекими от цивилизации. Там по сей день отсутствуют аптечные пункты, возникают проблемы с движением общественного транспорта, отсутствуют дороги. К примеру, в поселке Зачиганск, несмотря на активное строительство домов, нет тротуаров, парковочных зон. Это доставляет большие неудобства жителям поселка. О том, каким образом чиновники обещают решить существующие проблемы сельчан, расскажет наш корреспондент Олег Великий. Рассказать Акиму поселкового округа было о чем. Заслушать его пришли не только местные жители, но и городские чиновники. Сделано было немало. Большое внимание в Зачиганске уделяют благоустройству и санитарной очистке. За период реализации государственных программ по строительству жилья в новом микрорайоне построено 13 благоустроенных домов. Это 1231 квартира. Из них для чередяков было выделено 485 квартир, для молодых семей 360 квартир. На данный период продолжается строительство еще 8 домов. Ведется обустройство внутриквартальных проездов. Полностью была завершена работа по проведению инженерных сетей к этим домам. Продолжается благоустройство продвигающих территорий. Была построена новая дорога от улицы Жангирхана до улицы Жакыпова, которая обеспечивает проезд до поликлиники номер 6. В связи с этими работами продлено маршрутное движение автобуса номер 7. На территории поселка в 2015 году на трех улицах были заменены изношенные магистральные сети водопровода протяженностью более 1 километра на сумму чуть больше 20 миллионов тенге. Жители поселка внимательно слушали Акима и что-то записывали в блокноты, после чего начали задавать свои наболевшие вопросы. Как отметила одна из жительниц, на отчетные встречи она ходит постоянно. Акимы меняются, а вопросы остаются нерешенные. Каждый осенний-весенний период родители и дети тонут в грязи. Со стороны музыкальной школы, я не знаю почему педагоги 20-й школы молчат, их дети, ходят в темноте, в полной темноте, где собаки, чужие люди ходят, незнакомые. Дети порой одни идут, там с освещением надо решить вопрос, а здесь надо решить вопрос с подъездом. В детском саду невозможно подойти, дети приходят по пояс грязные. Мы изыщем средства, если даже не асфальт, но мы переработанный материал, может быть щебенка, может быть еще другой, более твердый материал туда положим. Намного, я думаю, ситуация улучшится. Спасибо за вопрос, мы этот вопрос возьмем на контроль. Сделаем. Вопрос дорог жители Зачиганска волнуют не меньше остальных. Только вот решаться они будут постепенно, отметил глава города Алтай Кульгинов. Касательно линейно-темиртавско-азербайджанский, у нас мы в предыдущие годы готовили проектно-смертную документацию, но в связи с оптимизацией бюджета в этом году мы не сделаем его. Поэтому я не обещаю. Не обещаю в этом году. Мы будем завершать те начатые проекты. Вот Байтерсунова мы завершим. Вот 3,5 километра дорог в прошлом году мы положили, где новостройки. Поскольку там 6-я поликлиника находится. Помните, да, весной там машина застряла. Не только машина, грузовики там не могли ездить. Сейчас асфальт имеется, положим тротуар, положили и будем продолжать эту работу. В этом году свыше 2 километров именно в данном районе мы будем асфальтировать. Поскольку там школа, фикультурный комплекс построили, дома строятся. Но это не значит, что мы другие районы забудем. Начатые работы завершим, потом будем приступать к новым объектам. Поэтому прошу здесь отнестись к пониманию. Помимо вопросов из зала, также были присланы традиционные письменные вопросы. Вопрос прозвучал такого характера. То, что детский сад был построен, номер 50, где сейчас воспитывается порядка 200 детей. Нужно автостоянку теперь построить. Ну, в принципе, благоустройство продолжается, вы видите. Вы все помните, что 2 года назад какое состояние там было, когда еще не было асфальта, тротуаров, ничего не было. Ну, в принципе, по именно данной территории мы асфальт положили. Также в прошлом году 450 частных домов были подключены к централизованной системе водоснабжения, что немаловажно. А вот в текущем году запланировано заменить 1666 метров водопроводных сетей на улицах Пятимарская, Свободная, Пригородная и Чапаевской дивизии 11. Олег Великин, Урлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске опекаемые дома инвалидов и престарелых возмущены сокращением социальных выплат. С Нового года правительство пересмотрело размер пенсии и пособий государственной помощи. Многие инвалиды и престарелые начали получать пенсии в 2 и в 3 раза меньше, чем раньше. Сегодня в учреждении проживает свыше 500 человек. Каждый из них стал получать на 20 и 30 процентов меньше. С опекаемыми встретился Роман Копнеев. Я 40 лет проработал во время войны. На что, голые бусы ходили, не дай дай. В городе было, естественно, в этом не понятно. У меня вообще 77 лет, понимаешь, они взяли, в последнее время у меня целёзы отобрали, копейки. Сейчас в Уральском медико-социальном учреждении для инвалидов и престарелых проживают более 550 опекаемых. Изменения в законе о пенсионном обеспечении коснулись каждого из них. За лекарства мы болим все, вот ем болезни вместе, группа. А у нас что, там надо покушать, питание взять, а здесь питание иногда ненормальное будет. А тогда мы чай сами пьём, колбасы покупаем, вот хлеб. 40 я получил, а сейчас 20 получаю. Нам 30 процентов, а остальное 70. Каждый выведёт. Деньги вывели на лекарства, дорогостоящие лекарства. Вам какие нужны были лекарства, для чего? Ну, например, у меня страдает бессонницей. Нужны самые дорогие таблетки, снотворные. Ветеран войны, подполковник запаса Гавриил Чуб считает, что правительству нужно было экономить на других расходах. 25 тысяч лет. Как же это так? Я инвалид по отечественной войне второй группы. Меня нету. Гавриил Яковлевич, скоро приедет начальство, будет разъяснить работу. Они это начальство сделали меня кем? Ни квартиры, ни машины, ни пенсии. Сюда обманом сунули, я вот 10 лет здесь торчу. А я знаю, что такое Москва, что такое Ржево, где полтора миллиона легло. 70 процентов у нас удерживает пособие. Я раньше, например, получал 47 тысяч, сейчас 22, 23, вот так. А здесь, можете посмотреть аптеку, ни одной лекарства нет. А мы все больные люди, хронические больные, мы все все покупаем на свои деньги. Мы сами подкармливаем себя. Еда тут желает лучшего. То есть вы почувствовали на себе? Конечно, почувствовали. Здесь все почувствовали, все уже возмущаются. 22 тысячи, все. Первая, вторая группа всех. 22 тысячи, этим 25 пенсионерам. Пенсионеры потеряли. Кто по 50, кто по 40, кто по 60 тысяч. Они зарабатывали, зарабатывали всю свою жизнь. Директор медико-социального учреждения отметил, что государство на содержание каждого пенсионера тратит ежемесячно порядка 100 тысяч тенге. Полностью без денег опекаемых не оставят. Инвалиды будут получать 22 850 тенге, пенсионеры 25 800 тенге, получать или пособить треть от положенных выплат. Закон принят. У наших опекаемых все это удержали. А как эти деньги будут использоваться? Они говорят на счет. Правила еще не разработаны, до нас не спущены. Мы с голыми руками туда можем, не можем туда дойти. Сейчас они, конечно, могут говорить и питание. Конец месяца, начало этого, какого года. Вот это вот, если там кто-то шумит, от чего это идет? Потому что поставщики в прошлый год работали по низким ценам. В конце, за два месяца цены возросли вот так. Вы сами тоже на себе испытываете, наверное. Поэтому многие пролонгации не сделали. Те, которые, наверное, Бога боятся, теми я сделал. В любом случае на сегодня мясо, картофель, капуста, все это есть. В Доме инвалидов и престарелых пообещали провести с опекаемыми разъяснительную работу. Им расскажут, на какие цели будут потрачены сэкономленные деньги. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. А пока одни люди ждут получения честно заработанных пенсий и пособий, другие берут взятки. Только за период прошлого года свыше 30 уральских чиновников были осуждены за коррупционные преступления. Об этом в ходе итогового брюфинга сообщили представители Уральского городского суда. В этом году наблюдается увеличение количества преступлений. При этом, если раньше за них назначали наказание в виде ограничения и лишения свободы, то теперь большинству чиновников удается отделаться легким штрафом. По итогам 2015 года уральским городским судом было рассмотрено на 300 уголовных дел больше, чем в предыдущем. Рост произошел в основном из-за того, что согласно новому кодексу, принятому в 2015 году, ряд статей перешел из административного кодекса в уголовные. К примеру, такие деяния, как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии при лишенных водительских правах, нанесение легких телесных повреждений. В текущем году в законную силу вступили изменения, касающиеся процедуры рассмотрения уголовных дел. Сейчас следственными судьями, если раньше рассматривалось ряд материалов органов уголовных преследований, сейчас еще появилось три следственного действия, которые санкционируются судом. Это обыск, выемка и личный обыск. То есть, при совершении личного обыска, обыска и выемки, если ранее санкционировалось прокурором, то с этого года, с 2016 года санкционировалось только судом. Довольно стремительно растет количество коррупционных преступлений. В 2015 году за их совершение осудили 31 чиновника. Семь из них были приговорены к лишению свободы. Среди прочих дела были рассмотрены в отношении нескольких сотрудников Акимата, бывшего директора ЦОНа, 12 представителей полиции, трех сотрудников Департамента образования Западно-Казахстанской области, представителей Теректинского отдела образования, директора детского сада Акбута и детского сада Айгулек. Чукурова, вы знаете, это уголовное дело среку освещалось в средствах массовой информации. Это заведующий Теректинского районного отдела образования. И было вменено совершение хищения, а также получение взятки. Данный приговор был обжалован ею. Приговор о высшестоящем судане оставлен без изменения. Оно уступило законную силу. Аналогично дела Растанова, заведующая детская, заведующая садика. Она устраивала на работу лиц, которые фактически не работали, не занимали деятельность. За них эту работу делали другие лица. Стоит отметить, что большинству чиновников сегодня удается отделаться облегченным наказанием в виде штрафа. Если раньше подобные наказания назначали в 2% случаев, то сегодня уже в 19%. Всего же назначено штрафов на сумму около 224 миллионов тенге. Свыше 141 миллиона было добровольно уплачено. Кроме того, к лишению свободы были осуждены порядка 200 человек. 300 к ее ограничению. В текущем году динамика роста коррупционных преступлений продолжается. Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Валихан Разов задержан за получение взятки. Об этом сообщает Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции. Установлено, что должностное лицо получило взятку в виде материальных ценностей на общую сумму более 250 тысяч тенге от генерального директора АО «Аксай Газпромэнерго» Абзалилова. За общее покровительство и невмешательство в предпринимательскую деятельность указано в сообщении Пресс-службы антикоррупционного агентства. В настоящее время Валихан Разов в соответствии со статьей 128 Уголовного кодекса Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания Уральского УВД. Об этом сообщается на официальном сайте Национального бюро по противодействию коррупции. Стоит отметить, что в текущем году это уже не первый факт взяточничества. При получении взятки размером в 50 тысяч тенге задержаны бывшие заместители руководителя управления по защите прав потребителей Динара Казиева, которая также была выдворена в ИВС УВД. По двум фактам в настоящее время проводится расследование. А сейчас настало время традиционного финансового обзора. Его представит наш финансовый обозреватель Гульнара Умарова. Гульнара, здравствуйте. Расскажите, чем же запомнилась уходящая неделя? Здравствуй, Марина. Ну, кризис, судя по всему, не думает заканчиваться. Курс доллара то скачет вверх, то снова опускается вниз. Правда, ненамного. Но почему так сложилось и какие причины, мы расскажем, конечно, в финансовом обзоре. Здравствуйте. Замедление экономики Китая и снятие санкций с Ирана – вот основные причины снижения цен на нефть. Впервые за долгое время тахасская нефть была дороже североморской. И при этом на неделе она стала дешевле галлона молока и воды. Что касается эталонной марки Brent, то в последнее время она ценится не меньше и пользуется большим спросом. Добывается Brent в Северном море и название сорта состоит из первых букв «Горизонта месторождения». По качествам она приближена к техасской легкой марке, но считается более тяжелой. На данный момент 70% мировых сортов нефти зависит от цены Brent. Как мы видим по этому графику, в понедельник Brent опустился до 28 долларов 19 центов. Такого не было уже давно. Затем 19 числа он поднялся до 30 долларов 12 центов. Затем снова опускался до 27 долларов. Это самый минимальный уровень за последнее время. Ну и наконец 21 в четверг он поднялся до 29 долларов 43 центов. А вот сегодня он стоит свыше 32 долларов. Еще недавно разница между ними составляла 20-25 долларов. Теперь американская нефть стала дороже. И это еще не конец. И вот что говорят эксперты по этому поводу. Целый ряд факторов показывает на то, что цена на нефть не будет столь высокой, как она была в последние 15 лет. Мир скорее получает очень большой бонус, премию и больше чем полтора триллиона рублей экономии в полтора триллиона долларов экономии собственных расходов. Это способствует экономическому росту в мире. Разумеется, все это сказалось и на наших валютах. Итак, хроники пикирующего тенге. В понедельник американец поднялся свыше уровня 370, составив 376,88. Потом он более-менее держался на этом уровне. И наконец в четверг новый рекорд 384,48. Ну и наконец в пятницу американец составил 382 тенге 87 тыен. А вот Нацбанк, как заявила Акишев, продолжит политику свободно плавающего обменного курса тенге. Точных прогнозов на ближайшее будущее и он не дал. Проще говоря, Нацбанк не знает, что будет с курсом тенге. То есть мы уже потеряли 82 доллара с каждого барреля нефти, что привело к падению экспорта в два раза и трехкратному сокращению поступающей от него валютной выручки. В случае снижения цен на нефть с 30 до 20 долларов за баррель наши потери составляют всего 10 долларов с барреля, что не приведет к кардинальному сокращению валютной выручки, способной повлиять на баланс на валютном рынке. Российский рубль тоже прошел серьезную проверку на прочность и не выдержал давления. В четверг доллар пробил отметку 85 рублей. Евро свыше 93, когда мартовский фьючерс-бренд понизился до 27 долларов 36 центов. Будущая рубля туманна, и немногие аналитики возьмутся предсказать, сколько он будет стоить в следующий понедельник. Вот только винить в кризисе никого не надо, сказал наш президент. В своем обращении к народу Назарбаев отметил, что необходимо адаптироваться к низким ценам на сырье, активно продолжая развивать индустриальный потенциал, малый и средний бизнес. А населению нужно просто экономить. Наступает новая реальность мира, о чем я говорил в недавнем послании народу Казахстана. В этой сложнейшей ситуации самое важное для всех нас понять, что жить надо по средствам. Экономить ресурсы, сохранять рабочие места. Правительству парламента в данной ситуации надо работать совместно, собранно, принимать оперативные меры, которые возникают перед нами почти каждый день. Ипотека станет еще более труднодоступной. Банки увеличили проценты по ипотечным кредитам, а также размер минимального первоначального взноса и сократили сроки кредитования. Таким образом, условия для получения кредита на покупку недвижимости в настоящее время самые благоприятные. Но, как выяснилось, только с одной стороны. С другой вперед нестабильной экономической ситуации из-за роста валютных рисков и количества просроченных кредитов, банки приняли решение о пересмотре подходов к кредитованию. Увеличили процентные ставки и размеры комиссий. Скоро и автомобили станут роскошью. За покупку старых машин казахстанцам придется теперь заплатить налог от 500 тысяч до миллиона тенге. Изначально были поправки в налоговый кодекс. Так называлось намерение оградить Казахстан от потока старых автомобилей, которые хлынули на отечественный рынок из-за рубежа. Именно поэтому ставка сбора на новый автомобиль составляет символические 0,25 мрп. Тогда как автомашина более чем трехлетнего возраста потребует при постановке на учет выплаты 500 мрп. Согласно вступившему в силу закону, минимальный сбор 0,25 мрп уплачивается за автомашину в возрасте до 1 года, включая год выпуска. Следующая по размеру ставка 25, 50 или 240 мрп полагается к уплате за автомашину в возрасте от 1 года до 3 лет, включая год выпуска. Да что там статистика, графики и показатели разных ведомств. Когда одно фото показывает реальную картину нашего кризиса. Вот этот хаммер был сфотографирован в Шемкенте. Стоимость его от 30 до 50 тысяч долларов, но это в среднем. А вот стоимость овощей, которые он продает с машины, 150-200 тенге. Это ли не лучшая картина нашей экономики и не лучший показатель? Но что будет впереди, пока неизвестно. Всего доброго. Жильцы дома, расположенного по улице Ульяна Громовой 2, дропе 1, вот уже больше двух недель находятся без электричества. Из-за общего долга в размере 225 тысяч тенге энергетики приняли решение отключить от электроснабжения весь дом. Люди, исправно оплачивающие пользование электроэнергией, недоумевают, почему и они должны страдать. Наши корреспонденты попытались разобраться в ситуации. Каждый вечер пенсионерка Анна Михайловна ужинает при свечах. От такой романтики бабушка уже устала. Холодильник давно отключен, скоропортящиеся продукты пришлось повесить в пакетах по ту сторону окна. И так делают абсолютно все. Проходя мимо этого общежития, кажется, что цивилизация здесь полностью отсутствует. 16-го было День независимости Казахстана, нашей родной страны. Сидели без света. Сколько можно терпеть? Мне 79 лет. 47 лет я стала ветеран труда, медаль получила. Это что, я не заслужила этого света? Куда только жители не обращались. Электричества в доме как не было, так и нет. Везде отвечают одно и то же. В вашем доме задолженность. Только жильцы не понимают, почему из-за нескольких квартир, которые имеют долги, отключили весь дом. Старшая по дому Наталья Землянушная иной раз собственного кармана выплачивает долги из-за своих безответственных соседей. Лишь бы был свет. Только теперь вкладывать больше не хочет, потому что получить назад свои кровные удается с трудом. В этом общежитии 96 квартир. 10 из них не платят, а страдают все. Нет, нет, замок. 11 тысяч должны за замок. Все, свет отключили, не уехали. А приедут, когда светодушие. Опять будет долг. Вся проблема заключается в общем счетчике, с которого и снимаются показания. Каждому из жильцов было предложено установить в своих комнатах личный счетчик. Да вот только стоит это удовольствие 35 тысяч тенге. У большинства таких денег нет. У нас жильцы одни и те же платят, другие не платят. По три, по годам, даже по годам не платят. Одни и те же платят, я сдаю деньги. Вот я вчера ездила на вторую базу к директору, это разрешает, другой не разрешает. Разрешает что? Ну, чтобы подключить. Ходить по общему коридору приходится аккуратно. Света нет, упасть на ровном месте можно очень просто. В офисе Батыс Энергоресурса отмечают, что на сегодня это единственное общежитие, в котором не установлены индивидуальные счетчики. Всего же их было 11. Допустим, на 1 декабря у них долг составлял 360 тысяч тенге. Они там оплачивали, оплачивали, но не до конца. Не до конца оплатили, мы их вынуждены были поставить на отключение. Мы их 6 января ставим на отключение за долг 139 тысяч. То есть, видите, как все не смогли собрать за 139 тысяч, поставили на отключение. Единственный выход, как второй за вокзальный тупик, уйти на абонентное обслуживание. Каждый жилец оплачивает только за себя. То есть, те счетчики, которые в комнатах к ним проводку провели, зарегистрировали, каждому дали лицевой счет и все, человек отвечает только за свой квартир. Для того, чтобы жильцам подключили свет, необходимо хотя бы погасить задолженность в размере 70 тысяч тенге. А чтобы проблему искоренить полностью, нужно погасить остальные долги и установить индивидуальные счетчики. Другого выхода нет. Не менее сложным оказывается вопрос, кто в ответе за комфортные условия обучения школьников. В поселке Новенький школа не видела ремонта уже более 30 лет. В учебном заведении поселка, расположенного в нескольких километрах от областного центра, до сих пор нет канализации и водопровода. Здание совсем обветшало. А на уроках физкультуры ученики вынуждены пользоваться непригодным для занятий спортивным инвентарем. Директор школы разводит руками. Средства на капитальный ремонт пока не выделяются. Кстати, наши журналисты пытались связаться с Акимом Зеленовского района Асуаном Дуджановым. Чиновник пообещал дать ответ, но вскоре перестал отвечать на телефонные звонки. Село Новенький Зеленовского района расположено в 7 километрах от областного центра. Здесь учатся более 220 человек. Почему школу в 1985 году построили без центрального водопровода – вопрос риторический. Но нынешние школьники до сих пор испытывают неудобства. А это школьный спортзал. Вместо окон целлофан, обшарпанные стены и протекающий потолок. В зале для занятий физкультурой холодно. Спортивный инвентарь хранится здесь еще с советских времен. А вот это спортзал школы, который не ремонтировался уже 30 лет. Если зайти в зал, в котором должно содержаться спортивный инвентарь, то здесь можно увидеть брусья и вот такие мячи. Трудно представить, что школьники будут ими играть. Директор Новеньковской средней школы отметил, что о проблемах учебного заведения известно всем. Но капитальный ремонт здания из года в год откладывается. Возможно, вопрос решится положительно в этом году. И напольное покрытие у нас негодное, и кровля у нас очень плохая. Окна, в общем, они уже пришли в негодность, поскольку деревянные основы, нижний подоконник все сгнили. Нет у нас водопровода, нет у нас туалета. Это замечание объективное, к которому вы сейчас приехали, смотрите. У нас туалет находится на улице. Хочется верить, что несмотря на кризис, чиновники от образования все-таки решат вопрос с ремонтом школы. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. 39 человек скончалось от свиного гриппа. Именно так говорится в аудиосообщениях, которые уральцы получают по мессенджеру WhatsApp, якобы от неких врачей. Новость о быстром распространении вируса H1N1 охватила все источники информации. Заболевание быстрыми темпами распространяется в России, Украине и Белоруссии. Там уже по официальным данным скончались десятки людей. Главный санитарный врач Казахстана пока подтвердил только один случай летального исхода от вируса гриппа. Первый факт смерти от свиного гриппа был зафиксирован в Мексике в 2009 году. Каким образом заразилась 39-летняя женщина, точно не определено и по сей день. Предположительно, первоначально заболевание действительно пошло от животного. Заражение людей способствовало мутации свиного гриппа с человеческим. Наши корреспонденты выясняли, какова эпидситуация в Западно-Казахстанской области и чем же опасен свиной грипп. Новая страшилка гуляет по Казахстану через популярный мессенджер WhatsApp. Уральцы с ужасом передают друг другу аудиозапись, на которой женщина, предположительно врач, рассказывает, что в неуказанном городе эпидемия чудовищного свиного гриппа. 39 летальных исходов от так называемого птичьего, свиного гриппа, 4 штамма вируса гриппа и 2 из которых очень-очень приближают жизнь к летальному исходу так называемому. Человек начинает кашлять, повышается температура или просто без кашля повышается температура, все опускается в легкие, двусторонняя пневмония этих легких и смерть. Эта запись не на шутку взбудоражила общественность, ведь в ней говорится, что болезнь развивается очень быстро, люди умирают за считанные дни. Жителям рекомендуют серьезно заняться профилактикой. В каком именно регионе свирепствует болезнь, правда, не уточняется. Вы что-нибудь слышали о свином гриппе? Слышала. Один человек у меня. Просто читала, что главный врач санитарного нас, да, информацию подтвердил о смерти одного человека в Казахстане. Я просто в интернете видела заголовок, что в Казахстане умер человек от свиного гриппа и все. В Казахстане показатели заболеваемости гриппа и ОРВИ ниже эпидемического порога. Несмотря на то, что один человек все-таки скончался от свиного гриппа. Об этом на днях заявил главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин. Да и на местном уровне эту информацию подтверждают. То, что информация идет в интернете, в других социальных сетях, на сегодняшний день по республике Казахстан зарегистрирован один случай летального исхода. Диагноз поставлен пожизненно. Это молодая женщина с Алматинской области. Но мы всегда во время проведения мероприятий по острым респираторно-вирусным инфекциям и гриппам говорим, что грипп опасен осложнениями. Одно из осложнений является смертельный исход. А эти единичные случаи у нас по республике Казахстан каждый год бывают. Медики отмечают, что свиной грипп начинается внезапно. Симптомы схожи с обычной простудой. Высокая температура, боль в горле и заложенность носа. Поэтому отличить самостоятельно, какой это грипп, невозможно. Нужно сразу обращаться к врачу. В основном этим заболеванием болеет молодежь от 15 до 29 лет. Свиной грипп не представлял особой опасности для людей до тех пор, пока распространялся только среди животных. Но после мутации вируса люди стали уязвимы перед ним. Само название «свиной грипп» пришло к нам из Северной Америки в 2009 году. Именно в это время там он был выявлен впервые. У нас его не было. Но вообще он протекает очень тяжело, очень с высокой температурой. И вот летальных исходов было очень много. Но он протекает так же, собственно, как обычный грипп, но очень тяжело. И, ну, если, например, от гриппа... Ну, при гриппе тоже бывают осложнения различной пневмонии, бронхиты, атиты, да. Но здесь вот уже летальные исходы бывают. Поэтому как бы... Но у нас он пока еще не зарегистрирован. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 24 случая заболевания гриппом, но не свиным. В целом ситуация стабильная. Однако специалисты по инфекционным заболеваниям говорят, что расслабляться не стоит. Пик заболеваемости еще возможен. В городской поликлинике номер 3 прививки от гриппа получили уже 1900 детей и 35 беременных. По крайней мере, сделав вакцинацию, можно быть уверенным, что если вы и заболеете гриппом, то для вас он будет протекать не так тяжело, отмечают врачи. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Многим уральцам и вирус гриппа нипочем. На этой неделе сотни горожан, несмотря на мороз и стужи, окунулись в ледяную прорубь. Православные отметили один из самых значимых праздников – крещение Господня. Считается, что в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. С тех пор христиане верят, что погружение в воду помогает очиститься духовно. Поэтому ежегодно в праздник священнослужители освящают воду. Прежде чем отправиться за святой водой и окунуться в прорубь, верующие отстояли службу в церкви, помолились и зажгли свечи. После чего был совершен крестный ход к проруби, которую накануне ночью вырубили в форме креста. Архиепископ Уральский Актюбинский Владыка Антоний лично осветил воду, после чего всем присутствующим было позволено набрать святой воды. Только в народе говорят, перед самим процессом набирания воды человек должен полностью отбросить плохие мысли, иначе вода тут же потеряет свои свойства. А вот как только все бочки и бутылки были наполнены святой водой, верующие шли к следующей проруби, чтобы окунуться. С самого утра народ традиционно отправляется набрать воды из освященной проруби и искупаться. Причем купающимся не могут помешать ни сильные ветра, ни обильные снегопады, ни любые другие экстремальные погодные условия. Люди верят, что если окунуться в прорубь, можно не только очистить тело, но и освободиться от накопившихся грехов. Приобщиться к таинству, невзирая на погоду, пришли тысячи верующих. Среди них много молодежи и пожилых людей. Вместе с христианами окунулись и мусульмане. Здесь вероисповедание не имеет значения. Купаются все и дети, и взрослые. Пожалуй, самым сложным в этом является преодоление собственного страха, говорят уральцы. Раздевшись на морозе и шагая к проруби, понимаешь, что пути назад нет. Много лет собиралась, как-то компания не подходила. Сегодня в семейном кругу у меня сегодня, у папы 55 лет, у него сегодня с рождения. И вот я решилась в такой праздник, первый раз искупаться. Конечно, ветер сегодня немного, но ощущения очень здорово, эйфория. Но тем, кто купаются уже не первый год, ничего не страшно. В ледяной воде они чувствуют себя замечательно. Водичка классная. Купаюсь лет пять уже где-то. Ощущения отличные. Бодрость. Все хорошо. С праздником. Всех с праздником. На улице сегодня было довольно холодно, но от этого народу меньше не стало. А спасатели следили за тем, чтобы лед на реке не трескался. В основном люди приходят после обеда. Мы каждый год контролируем ситуацию, чтобы люди не распивали спиртные напитки. А спасатели следят за ситуацией на льду. Помогают всем купающимся окунуться в прорубь. Следует отметить, что купание в этот праздник не является обязательным. Не нужно каждому человеку идти окунаться целиком в прорубь. Достаточно просто умыться или облиться святой водой. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это все, что мы хотели вам рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин